Порядка 40 машин мы в прошлом году продали. Как раз золотая середина. Мы сечением получаем рамы 14 мм. Такой толщины стенки не бывает. 0,9 Г2С. Необычная сталь. Прицельном металле. Высокая жесткость, но является и причиной трещин. Классическая пружина. Высокопрочный болт. Прочностью 10 на 9. И обжимную птичку. После трех дней эксплуатации необходимо протяжка агрегат. Комплектуется запчастями оригинальными. Насколько мы сможем сделать, столько и продается. Стоит 2,750. Мы видим тенденцию поднятия цен на металл, что заставляет нас периодически пересматривать эту цену. Здравствуйте. Сегодня на канале Фермер ТВ мы расскажем еще одной новинке, которую мы увидели на выставке в Усть-Лобинске в мае этого года. Александр Сергеевич, что за машина представлена у нас за спиной и чем она настолько примечательна? Это новый агрегат или уже серийного производства? Этот агрегат поступил в серию в этом году. Он сравнительно новый. Он сделан на базе уже имеющихся серийных классических машин. Производство ростовского завода сельхозмашин. Это дисковая барана АГЛ 7,5. Она представлена в нестандартной ширине захвата 7,5 метра. Рассчитана под новый класс тракторов 370-350 лошадиных сил. Мы знаем, что происходит увеличение мощности тракторов, используемых хозяйствами, увеличиваются площади. Соответственно, стандартные ширины захвата уже менее актуальны становятся. То есть стандартные это 6 метров и 8, да? 7,5 это? 7,5 это как раз золотая середина, которую трактор тянет без особых нагрузок, без увеличения нагрузки на топливную систему и показывает высокую производительность. Ну вот ее цвет, небесно-голубой, он выбран случайно или он все-таки схож с известным брендом почвообрабатывающей техники? Нет. Изначально, когда мы начали производство, мы выбрали за основу цвет небесно-голубой, так как производится на ростовском заводе сельхозмашин. У вас фирменный цвет, да? Фирменный цвет, желто-синий. Мы именно эти цвета используем. Так сложилось, что он совпал с аналогом. Да, да, да. Мы сказали про класс тракторов. Какие модели тракторов тянут эту барану? Идеально тянет трактор Бюллер 375 лошадиных сил. Все семейство кировцев К744, начиная от 360 сил и выше. Давайте подойдем к баране и найдем 10 отличий. Александр Сергеевич, расскажите о технической составляющей этого орудия. Какой толщины металл? Вот мы сейчас заглушечку вытащим. Прежде всего мы обратили внимание на раму. Рама – это основной элемент орудия. Он должен быть прочным, но не сильно хрупким. Поэтому мы используем двойной брус, так называемый торсион. Сечением 100 на 100 толщиной 8 мм. И внутрь забивается 80 на 80 толщиной 6 мм. Итого мы сечением получаем рамы 14 мм. Это позволяет выдерживать высокие нагрузки даже в засушливые годы. У нас получается снаружи какой металл? Сталь 0,9 Г2С. Это не обычная сталь. Применяется в нефтяной промышленности, в машиностроении. Обладает свойствами именно для несущих нагружаемых деталей рамы. А внутренний? Внутренний также 0,9 Г2С. Труба меньшего профиля. Почему не выбрать цельную трубу такой толщины стенки? Такой толщины стенки не бывает в общем доступе на рынке. Поэтому мы используем именно двойной. И плюс при такой установке может ловить ударные нагрузки, вибронагрузки. Одна труба держит другую трубу. Ну то есть армирование такое некоторое происходит? Да, при цельном металле идет высокая жесткость, но это является и причиной трещин. На немецких орудиях мы часто встречаем, что более толстая труба имеет трещины. При последующей заварке это уже не помогает, ослабляется это место. Трещина происходит рядом со швом. Приходится менять целую раму. У вас, я смотрю, труба окрашена внутри тоже. Да. По краску мы принимаем двухкомпонентную. Имеем окрасочную камеру, при которой происходит грунтование эбоксидной грунтовкой. И два слоя краски. Расскажите про конструкцию стремянки, потому что это такой узел, который вызывал много спорных моментов у немцев. На выставке ЮКАГРА у нас критиковали фермеры немецкую конструкцию. Расскажите, что у вас, как это реализовано? Мы действительно обратили внимание на жалобы фермеров, хозяйств, которые использовали оригинальную технику. И увидели большой минус в том, что стремянка не всегда выдерживает наши черноземы, наши засушливые почвы. Стремянка является спецдеталью, которую найти в магазине очень сложно. Поэтому мы применяем высокопрочный болт, прочностью 10 на 9, и обжимную птичку, так называемую. Обжимной конштейн позволяет более жестко держать вертикаль рабочего органа. Он не смещается, не уходит от углов и является более надежным. Я видел, что у импортной техники резинки подложены, демпферы. Большинство импортной техники имеет систему подпружинивания, и она делится на две категории. Либо используется металл и пружинный блок, либо используется демпферная защита. То есть это взаимоисключающиеся варианты рабочих органов. У нас применяется классическая пружина, которая отрабатывает рельеф и является так называемым амортизатором, демпфером защиты, в том числе и подшипниковой группы, и копирование рельефа обеспечивает. Какие здесь установлены диски? Диски установлены 620 мм зубчатые. По производителям у нас есть несколько поставщиков вариантов. В данной бароне установлен диск Офос итальянской компании. И стойка у вас выполнена? Это ваша разработка или это копия? Стойка закупается в Италии. Она имеет свой лейбл, обозначение. Рабочий орган практически у нас весь закупной, дабы обеспечить работу как оригинального прототипа этой бароны. Вы показываете здесь новинку. Какой прогноз у вас на ее востребованность? Как фермеры относятся? Как здесь они реагируют на эту новинку? Прогноз о востребованности машины достаточно перспективный. Спрос и интерес мы увидели на этой выставке. Прежде всего за счет ширины захвата. Прежде всего за счет конструктива машины. То есть мы имеем и передние поддерживающие колеса в данном агрегате. Имеем оригинальный рабочий орган. Гребенку между рядов. Данная комплектация идеально подходит под те классы тракторов, которые сейчас используются хозяйствами, наиболее обширными. Уже какое-то количество проданных, они работают? Да, действительно, эти машины уже работают, начиная с прошлого года в хозяйствах. Наработки тысяча и более гектар. За это время мы услышали много положительных отзывов от хозяйств. И машина имеет большой потенциал в будущем для продажи данной регионы. Если что, отметить из тех гарантийных моментов, что выходило из строя, может быть, а на что сервисная служба выезжала, на какие случаи? Гарантийные моменты в основном были связаны с обслуживанием машины. Хотели бы сделать борону, которую не нужно обслуживать или не нужно уделять внимания, но, к сожалению, этот человеческий фактор присутствует в каждом хозяйстве. Вы имеете в виду что? Я имею в виду не смазывание данного нагружаемого узла. Происходило заклинивание маятника и проворот уже был не на рабочей втулке, а на болту. Необходимо было смазывать. Несколько моментов было связано, опять же, с протяжкой данной гайки ступицы. Первые три дня работы агрегата необходимо убрать вибронагрузки, которые расслабляют резьбу. Соответственно, после трех дней эксплуатации необходима протяжка агрегата. Это касается любой техники. Если этого не сделать, можно пропустить момент и получить дефект. А вот то, что касается ступичного узла и подшипника, в сборе споставляется? Ступичный узел поставляет нам компания FKL. Самый распространенный. Самый распространенный, доступный. Это аналог Лемкин Рубин. Соответственно, найти его можно практически везде. Ну и самый интересный момент. Сколько же стоит такой агрегат? Данный агрегат стоит 2,750. Это не окончательная цена. Ну, эта цена на сегодня, да, на 25 мая. Вот конкретно этот агрегат в данной комплектации. Дело в том, что различные вариации катков, прицепных устройств. Также мы видим тенденцию поднятия цен на металл, что заставляет нас периодически пересматривать эту цену. Расстановка дисков через 250 мм. Это позволяет двухрядной баране полностью, стопроцентно вырезать сорняк, обеспечивать качественную обработку почвы и при этом не забивать. Важно отметить, что данная стойка, она высокая. Она довольно-таки узкая, сделана из педстали импортной. Позволяет пропускать больше сорной массы, работать на более высоких скоростях и при этом не забиваться. И в сырую погоду, и в пересушливую данная барана работает эффективно. Здесь установлены два блока катков. Мы применили смещение переднего катка относительно заднего. Это отличие от оригинала машины. Для того, чтобы не было стыковых борозд. Если каток идет за катком без смещения, происходит определенная часть от 10-12 см необрабатываемой поверхности поля. На поле образуются некие бугры. Данная модернизация позволила убрать этот дефект. И после парохода мы видим цельно обрабатываемый участок поля. Интересно, вроде бы просто. Тем не менее, не на всех машинах это решение нет. Также для устойчивости агрегата в переездах, транспортировке мы применили широкую резину, профиль 550-17, без камерка. Производство БКТ, либо производство Триллебор, в зависимости от комплектации. Насколько цена меньше импортного аналога? Допустим, шириной. Даже не знаю, с чем сравнить. Если мы сравним с импортными машинами, мы получаем цену на 40-50% ниже. В среднем это 40%. При том, что используемый рабочий орган, мы закупаем импортный. Все-таки машина комплектуется на 30% запчастями оригинальными. Но с другой стороны, вы и к конструктиву рамы подошли. Серьезно, рама надежная, рабочие органы такие же, как и импортные, а цена получается почти в два раза меньше. Совершенно верно. Мы исключили в своей рентабельности привоз из-за границы, растаможку. Убрали то, что не влияет на качество. За счет этого мы получили более низкую цену. И хозяйства могут, изначально сэкономив определенную цифру, взять уже не один, а два агрегата, по сути дела. Но тут тогда встает вопрос, кто будет обеспечивать обслуживание, продажу и доставку запчастей. То есть у вас как эта работа организована? У нас есть сервисная служба завода, которая имеет полный ассортимент и склад запчастей в наличии сегодня и сейчас. Мы работаем 16 часов в сутки. Для дальних регионов у нас есть дилерские центры, представители. Те люди, которые обращаются издалека, они, естественно, пользуются услугами дилерских центров. Мы из Волгограда. Где можно купить такую машину? Данную машину можно приобрести у официального дилера, агротехника Волгоград. Соответственно, и обслуживание, и наличие запчастей тоже можно брать. То есть запчасти у них есть на складе? Да, они держат склад под обслуживание данных машин. И у них есть сертифицированный нами сервисный центр. У вас на заводе непосредственно в Ростове склад основной из запасных частей? Основной склад у нас в городе Аксай. Это пригород Ростова. Номенклатура вся используется до болтика, так как мы производим и сборку полностью агрегата. Запчасти всегда в наличии. А сколько составляет гарантия? Гарантия на данную машину составляет год на весь перечень агрегата всех узлов и деталей. И два года на основную рамную конструкцию. А сколько вообще таких машин продается в год примерно? У вас до этого было сколько? 6-8 метров. Порядка 40 машин мы в прошлом году продали в такой категории. Сколько их продается? Ну сколько мы сможем сделать, столько и продается. У вас спрос опережает ваши планы производства? Да, наши возможности производства. То есть мы постоянно наращиваем свои производственные мощности, пытаемся увеличить план и выпуск продукции. Но на сегодняшний день машина актуальна и пользуется спросом. Поэтому данный агрегат с нуля имеет заказ 21 день календарный. Купить со склада или с выставки не получится? Только под заказ и 21 день? В данный высокий сезон склад уже обнулен. То есть в период зимы, осени, в межсезонье мы формируем склад. Но сейчас у нас высокий сезон, поэтому есть предзаказ. Ну тогда остается пожелать вам расширить свои возможности производственные и обеспечивать наших крестьян действительно надежной техникой. Спасибо большое. Удачи.